Добрый вечер! 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 Открыть представителям золотого возраста доступ к умным технологиям и сделать их жизнь более яркой, активной и удобной взялась компания МТС. Она запускает в Гомеле новый образовательный проект «Планшет с нуля». Проект «Планшет с нуля» призван обучить пожилых людей Гомеля мобильным гаджетам, мобильному интернету. Ведь цель у нас достаточно благородная. Мы наблюдаем огромную глобальную проблему цифрового разрыва у населения Беларуси. Поэтому наш проект призван все-таки чуть-чуть ближе сделать пожилых людей гаджетом, сделать их не настолько оторванными от современного мира. Осваивать азы мобильной грамотности немолодые студенты будут в стенах Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Помогут им в этом специально подготовленные педагоги-волонтеры. Для программы «Планшет с нуля» компания МТС совместно с университетом даже разработала уникальное учебное пособие, которое также позволит пенсионерам лучше усваивать информацию. Планшеты – это устройство, которое близко к смартфону, а смартфонами сейчас пользуется практически каждый. И, соответственно, люди более возрастные, чем мы с вами, они смогут также пользоваться смартфонами, как и мы. На самом деле это очень здорово, потому что все эти современные приложения, фейсбук, одноклассники, они доступны прямо из кармана. Как только люди к этому привыкнут, это для них, в общем-то, открывает новые возможности общения. Обучаться новым возможностям представители старшего поколения будут на мобильных устройствах компании «Хуавей», которая выступает партнером проекта. Современные планшеты – полноценная альтернатива домашним компьютерам, которые пенсионеры попросту не умеют пользоваться. У них есть боязнь к сенсорному экрану, боязнь что-то сломать, попасться на ловки интернет-мошенников. Поэтому участием в этом проекте мы пытаемся развеять некие сомнения и научить их пользоваться гаджетами. Примечательно, что образовательный курс «Планшет с нуля» компания МТС запускает по многочисленным просьбам самих пенсионеров. Они хотят познавать новое, но самостоятельно делать это по различным причинам не решаются. Планшет с нуля, то есть мне будут объяснять с нуля, а я учитель, я всю жизнь хочу учиться. И вот знаю я чего-то, не знаю, вот это будет последовательно все, понимаете, четко, ясно. Первый класс для обучения пенсионеров в работе с планшетами и смартфонами в Гомеле откроется уже в конце октября. Сесть за студенческие парты собираются около 60 человек в областном центре и более 150 с учетом студентов в Минске. Узнать всю необходимую информацию об участии в проекте и оставить свою заявку может каждый на сайте возраст.мтс.бюй или планшет.мтс.бюй. Вероника Ворошилина, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельчанцы тренеру по плаванию Ганни Букреевой присвоено гоноровое звание. Заслуженный тренер Республики Беларусь. Сиродие выхованцы – удельники юнацких чемпионатов Европы. А самым знакомитым спортсменом, якого подрихтовала Ганна Пауловна, з'является Евген Цуркин – золотый призер континентального форума по плаванию в Берлине и переможца универсиады 2013-2015 годов. Усё своё житё Ганна Букреева присвятила спорту и зараз, не глядячи на поважанных взросл, протягивая займаться любимой справой. На тренировках со своими выхованцами она часом строгая, однак заусёды справедливая. Коли спортсмен выкладывается по полной, то ён обовязково почуе слово «добрение» от вопытного тренера. Увогуле Ганна Пауловна усё своё житё притрымливается такого, здавалось, аб простого правила. Только, дякаучи, неверогодный процесс дольности можно досягнуть вышинев. И она упевнена, что таллинт, створая спортсменов всего на 5%, остальные 95 – штодённые тренировки, подчас яких проявляется упартость и жадание удоскональваться. Тогда, когда ты отдаёшься и со всей душой, и всю энергию свою отдаёшь именно вот этому делу, можно сказать, у них оно получается любимое, основное дело. Вот тогда, в общем, это всё и складывается в успех. И на этом выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова